на это поле и еще там два маленьких поля два с лишним месяца возили на куриный помет не только с нашей сосновской птицефабрики но из белокаменной и со свердловской это сказал мне белоусов сам глава муниципального образования каменского района а вот так то помета не видно они его запахивают что ли они его сначала горы были потом тракторами все запахали мух было очень много мы боремся не от того чтоб они навоз выкидывали а какую-то технологию соблюдали чтобы запаха этого не было мух не было невозможно еще звучала история что они не только навоз туда валят а еще и а перед а есть же видео и фотографии есть перья кучками а это плохо но это биологический материал это же трупная и до его сжигатели а вот эта река кошкариха у нас и вот она оттуда с двух болот течет ну вот нет рыбы мы когда приехали еще была рыба теперь уже нет все стекает вот это все течет туда до в речку а давно рыбы исчезла года два наверное муж у меня ходил щук здесь ловил а теперь нет ничего все и она вот течет кошкариха в ларина и там тоже нет рыбы уже из фабрика серловская планируют начать строительство объектов производственных вблизи деревни походила по оптиц фабрика с плоской получается цеха родительского стада личного направления и цеха выращивания молодняка родительских форм вот конец деревни вот по схеме и вот здесь то есть тут никакого километра даже нету по идее строительство вот какого-то производства это же хорошо это новые рабочие места еще что то почему вы так сопротивляетесь почему мы так скажем плотно подошли да и очень скажем так осторожно к этому строительству потому что уже на течение нескольких лет птиц фабрика сверловская вывозит куриный помет свежий куриный помет на поля в близ сосновской территории то есть вокруг деревни ну грубо скажем мы все в мухах мы круглый губ практически даже зимой с ранней весны до поздней осени это у нас проблема есть то есть запах и мухи приезжаешь к силу и сразу вот этот вот прямо ударяет в лицо технологии должны его выбраживать в отстойниках ну как показывает опыт прошлых лет до технология должна но в данный момент все запросы которые мы делаем мы не можем добиться результата ответа как вообще это должно проходить в июне был сделан подано обращение и в конце июня на место выехали россельхознадзор спрос представителем прокуратуры каменского района и были взяты при нас пробы земли по результатам лабораторных исследований проведенных просим пост надзором на земельном участке с кадастровым номером каким-то в 4 почвенных образцах из 6 установлено превышение предельно допустимых концентраций нитратного азота в почве что не соответствует требованиям государственного норматива факт превышения пдк массой доли нитратного азота объясняется тем что птицефабрика Сырловская вносила куриный помет без предварительного вылеживания в нарушение обязательных требований гост вот эти ангары в которые должен должен навоз храниться не стоят пустые никто не заезжал не выезжал в территории тут достаточно они давно стоят они стоят вообще чистые сучи если бы здесь было что-то местные жители показали нам это поле буквально два дня назад выложили свежий навоз и здесь вонь невозможная просто действительно очень сильно воняет при том что мы отъехали от деревни буквально я не знаю на метров может быть 300 то есть это это очень рядом вот она здесь деревня буквально за поворотом ну что